Ну что, ребята, немного Блокс Фрутс, да? Да. Сегодня будет небольшой такой гайдик, легенький. Я вам расскажу, как получить Тушиту и Яма. Это два меча, которые вам очень сильно нужны для того, чтобы получить проклятую двойную катану. Да, и я вам настоятельно рекомендую достать эти два меча как можно скорее, иначе вы будете очень сильно страдать. Да, тем более, эти мечи очень хорошие в ПВП, я думаю, вам они очень пригодятся и в чистом таком виде. Начнем, наверное, с Ямы. Яму получить проще всего, намного проще, но дольше. Потому что Яма, на самом деле, чтобы получить, вам нужно очень много времени потратить. Почему? Потому что для того, чтобы получить Яму, вам нужно убить 30 элитных пиратов. Кто не знает, кто это такие, сейчас вам объясню. У нас здесь есть Элит Хантер. Товарищ у нас молодой, который нам дает квесты для того, чтобы убить одного из элитного пирата. Да, элитные пираты спаунятся каждые 10 минут. То есть я только-только включил вип-сервер. Через 10 минут мне будет доступен квест, потому что заспаунится элитный пират. Да, и нам нужно убить таких 30 штук. И вы посчитайте. Это сколько нужно нам ждать, да, чтобы убить? Это нам нужно ждать около 300 минут. Да, если вот каждые 10 минут это брать. А это очень много. И это очень тяжело, потому что я выполнял этот квест. Я убивал 30 пиратов довольно долго. Я потратил на это времени, ну не знаю, может быть неделю точно. Потому что, ну я просто не играю много в Роблокс. И мне нет на это времени. Значит, что мы сделаем? Сейчас ждем, когда заспаунится пират. Я вам покажу, как его найти, как его лучше найти, как быстрее. И что мы с него будем получать. Итак, господа. 10 минут прошли. И я наконец-то могу взять квест. Когда вы берете квест, он вам говорит, на каком именно острове он находится. Наш товарищ Урбан. И он находится рядом с Великим Деревом. Мы сейчас туда с вами направляемся. Великое Дерево очень мне нравится, потому что там его очень легко найти. Вообще существует 4 локации, где могут заспауниться элитные пираты. Первая это локация, вот Великое Дерево. Вторая локация это Остров Гидры. Третья локация это у нас Портовый Город. И четвертая локация это у нас Плавающая Черепаха. Надеюсь, я правильно вам перевожу, потому что у меня все на английском. И я так не привык их переводить. Не забывайте, что вы можете приобрести мой собственный мерч в Роблокс группе. Ссылочка на нее будет в описании. У меня выходит много разных интересных вещей, которые тебе понравятся. Кстати, в комментариях можешь написать, какую шмотку ты бы хотел видеть. Также ты можешь примерить эти вещи в моей игре в Роблоксе, которую ты найдешь в этой же группе. Так что, если ты хочешь поддержать мой канал, то приглашаю тебя в мою группу. Ссылочка будет в описании. Итак, мы сейчас отправляемся с вами в Великое Дерево. Я вам покажу, как его можно найти очень легко. Тут нужно заметить одну интересную особенность. Если вы играете на паблике, то вам убить элитного пирата будет гораздо сложнее, потому что многие игроки могут его убить и без квеста. То есть он спавнится независимо от квеста. И вполне возможно, что вы можете бежать его искать, а его уже кто-то убьет, и у вас квест просто пропадет. Поэтому старайтесь делать это либо очень быстро, либо на випке. На випке, я думаю, будет вам намного проще жить, как и мне. Потому что я в данный момент на випке, как видите. Итак, после того, как вы пришли на нужный остров, вы включаете observation ваш. И если у вас есть Pale Scarf, вот этот вот бледный шарф, вы его обязательно одеваете, потому что если вы играете на паблике, вы будете видеть какую-нибудь паскудницу, которая к вам подбегает. Я имею в виду про Bounty Hunter. Итак, вообще есть несколько локаций здесь. Вы просто включаете observation и бегаете по всему острову, и вы увидите его. То есть первая локация у нас вот здесь. Как вы видите, здесь у нас никого нет. Мы отправляемся с вами в следующую локацию. Следующая локация у нас находится вот тут. Поэтому это очень просто. Так, сейчас мы глянем. Тут его нет. Ага, вот он появился. С помощью observation вы его увидите. Если видите, его выключат, очень тяжело рассмотреть. Поэтому рекомендую. Ну и все, вы просто лупите его. Я без Будды своей любимой. Не знаю, получится он мне или нет ему надавать по щам. Я очень на это надеюсь. Будем смотреть. Так, куда ты полетел? Братан, спокойно. Так, ну, в принципе, можно его и так завалить. Сейчас я хакиваю. Я с хаки или нет? Я не вижу. А, нет, я без хаки. Я без хаки. Он довольно простой. Убить вы его сможете без всяких проблем. Абсолютно. Можете даже за это что-то не переживать. Да, господи, как неудобно, блин. Они бывают с разными фруктами. В плане, с разными способностями. Ля, сбивает не все. Окей, после того, как вы убиваете, вы получаете 100 фрагментов. Бандану. Которых у меня уже просто миллион. Сколько у меня уже? Раз, два, три. Три бандана. По-моему, всего три или четыре. Я не помню. По-моему, три. Потому что я столько их убил. Это капец. И есть шанс, что вы получите чашу бога. Благодаря которой вы должны будете призвать Индро. И когда вы получите чашу бога, будьте внимательны. Не умирайте. Не выходите никуда. Потому что это очень редкая чаша. И она вам очень сильно пригодится. Ладно, двигаем дальше. После того, как вы убили 30 таких чуваков. Кстати, после того, как мы убили, через 10 минут он появится опять. То есть вы ждете 10 минут. После того, как мы убили 30 чуваков, вы идете дальше. Проверить статус, сколько вы убили, вы можете у того же чувака, где вы брали квест. Итак, далее, что мы делаем? Мы телепортируемся обратно в наш особняк. Сейчас мы там появимся. И мы отправляемся с вами в локацию, которая называется Остров Гидре. Находится он здесь. Видите, Остров Гидры. И теперь двигаем вот сюда. Вот сюда? Что? Сюда? Нет. Вот сюда. И там мы можем получить яму. Вы в эту локацию можете попасть и без убийства 30 пиратов. Тут дело в другом. Сейчас вам расскажу. Так, спускаемся под водопад. Идем вот сюда. И тут будет дверь. Вы просто вынести чем-нибудь, что у вас есть. И здесь у вас будут несколько призраков, которых вы должны будете развалить. Они очень легкие. Проблем у вас с ними никаких не возникнет. Видите, были мужики и нет теперь их. И вот здесь находится как раз таки яма. И суть в чем? Вы можете и без убийства элитных пиратов подойти. Да? И мне ничего не пишет. И вытащить этот меч. То есть суть просто вытащить эту яму. Но, если вы убиваете 30 пиратов, вы можете ее вытащить со 100% вероятностью. Если вы убиваете 20 пиратов, то у вас есть небольшой шанс, что вы выполните. Ну, вытащите это. Поэтому вы можете убить 20 и пробовать несколько раз вытащить. У вас должно получиться. Но если вы хотите быстренько это все сделать, то 30 пиратов вам нужно будет убить. И все. Это как вы можете получить яму? Супер легко. Теперь посмотрим, как можно получить тушито. Здесь уже намного тяжелее. Намного интереснее. Первым делом, что вы должны сделать, это призвать Индро. Да, Рип и Индро. Ребята, вы все знаете этого босса. И здесь есть два больших нюанса. Я советую вам проходить этот квест только на приватке. Иначе на паблике у вас не получится. Вы только свое время потратите. И вот найдите чью-то приватку. Попросите у друзей, либо там еще у кого-то. И можете в наш дискорд вступить обязательно. Там у людей попросить приватку. У нас много у кого есть приватки. Они спокойно могут вам дать всяких проблем. В описании будет ссылочка на дискорд. Обязательно подключайтесь. И прикол в чем. Иначе, иначе вы не сможете пройти нормально. Потому что вы должны призвать Индро, но вы не должны убивать этого босса. Если вы призовете Индро, вероятность 100%, что этого босса убьют на паблике. 100%. Поэтому лучше делать это на випке. Если босса убьют, вы просто не сможете пройти дальше по квесту и получить тушито. Итак, что вы делаете? Для начала вы должны призвать босса. Да, призвать Индро. Как это сделать? Я уже говорил, что из элитных пиратов вы можете выбить чашу. Либо вам может повезти из сундука она может выпасть. Далее, после того, как вы получили эту чашу, вы двигаетесь вот сюда. Давайте, мне уже не нужен этот шарф. Я сейчас возьму более быстрый, мой любимый. Вы должны будете нажать на три вот таких вот кнопки, которые разбросаны по всему замку. Здесь. Далее, сейчас вам покажу. Находится в этой части замка, по-моему. Где-то вот здесь. Да, вот здесь. И последний находится у нас на самом-самом верху. Мы с вами сейчас туда летим. На самом верху находится эта кнопка, которую вы должны... И вы должны нажать три этих кнопки. Ну, не одновременно, а по очереди. Обратите внимание, вот это последняя кнопка. Что это за кнопки? Эти кнопки можно нажать только, если у вас есть соответствующий цвет вашей ауры. У меня, видите, есть легендар... Должно быть три. Три легендарные ауры. Это, по-моему, красная, белая и розовая. Вот у меня есть розовая. Красная и белая у меня пока нет. И, видите, у меня есть розовая кнопка. И розовая аура. То есть я могу встать на нее. И вы видите, загорелось зеленым. Вам нужно будет еще красная и белая аура. И вы должны также переключиться на эти ауры и встать на вот эти кнопки. Тогда они заработают. Где получить эти ауры? Очень просто. Ладно, шучу. Это сложно, капец. Но вы сможете. Первый вариант, самый легкий, это заплатить робоксы, как сделал я. Что вы делаете? Вы заходите в этот портал. Это у нас остров черепахи, да, плавающий. Здесь у нас есть специалист по цветам. Вы нажимаете, разговариваете с ним. И вот в конце видите три легендарных цвета. Белый, красный и розовый. Стоят они недорого. Стоят они 350 робоксов. Но в сумме это как раз уже больше тысячи получается, поэтому да. Также вы можете приобрести эти цвета у странствующего торговца цветами. Цветами, да, цветами. Он их продает за семь с половиной, по-моему, тысячи фрагментов. Но проблема в том, что он спаунится рандомно и не всегда у него есть в наличии эти легендарные цвета. То есть их достать довольно тяжело. Поэтому два варианта. Только так, по-другому никак. После того, давайте возвращаемся в замок. Так. Это самая сложная вещь. Вы можете позвать своего друга какого-нибудь, у которого есть подходящий цвет. И просто, чтобы он нажал на эту кнопку. Неважно, кто нажмет. Главное, чтобы был подходящий цвет ауры. После того, как вы призовете здесь Индру. А, кстати, забыл. После того, как вы нажмете на все кнопки, вы подходите с чашей сюда и босс призывается. После того, как вы призываете Индру, вы моментально, просто молниеносно бежите в другую локацию. Что вы делаете? Вы идете сюда. Заходите в гидроостров. И просто со скоростью света вы должны очень быстро все сделать. Потому что босс... У босса есть, по-моему, 15 минут. Потом он диспаунится, если его не убить. Вот. Заходим вот сюда. Отправляемся в локацию, где у нас яма. Обязательно. Заходим. Прыгаем. Аккуратно. Так. Так, я промазал? А, я промазал. Опять же, ломаем эту локацию. Не той. Не тот скилл. И смотрите, в чем прикол. Сейчас я убью этих чуваков, чтобы они не мешали. Ну. Товарищи, давайте быстрее. Итак. Вот здесь. То есть, вы когда заходите. На этом водопаде за ним есть проход. Вы должны обязательно туда пройти. Вот таким вот образом вы поднимаетесь. И вот здесь будет проход откроется. Вы должны в него попасть. Вот он. Видите, у меня он открылся. И он у вас откроется. Вообще, он и так есть. Да. Но тут суть в том, что вот эти врата, которые здесь находятся, они включаются только, когда призывается Индра. После того, как вы призвали Индра и попали в эту локацию, и попали в этот, в эти врата зашли, вас телепортируют в... Телепортируют? Телепортируют? Да, телепортируют. Что сегодня с моим языком? В другую локацию. В начало гидроострова. И вы там будете должны сделать кое-что очень сложное. Ну, если знаешь, не сильно сложное. Давайте я вам покажу. Я дурак. Я сказал вам, что вас телепортируют в гидроостров. Нет, вас телепортируют на остров Черепахи. Вас сюда телепортируют. И мы идем с вами на начальную локацию. Итак, вас телепортируют, по-моему, прям сюда. Но прикол в том, что когда вы призываете Индру, нихрена не видно. И вам понадобится помощник. Скорее всего. Либо, если вы прям супер знаете эту локацию, вы и сами сможете это все сделать. Что нужно сделать? У вас есть 5 минут на то, чтобы зажечь 5 факелов, которые находятся вокруг этого всего острова. Сейчас я вам покажу, где найти все эти локации, где можно зажечь факела. Первый факел находится вот здесь. Вот он здесь висит. У вас будет факел специально. Вы должны просто дотронуться, и он загорится. Идем дальше. Следующий факел у нас будет в другом месте немного. Следующий факел находится вот прям где вы зажгли предыдущий. Идете сюда, за деревом. Здесь будет еще один факел. Вы его зажигаете и кайфуете. Далее вы отправляетесь к ананасам. К ананасам. И в ананасе тоже вы должны будете зажечь факел. По-моему, ананас где-то один из них находится. Да, вот здесь. Ау, тихо. Блин. Я же летать могу на магнит. Черт. Я просто привык постоянно с Будой быть. Здесь у вас находится еще один факел. Вот он. То есть вы его зажигаете. Это у нас третий. Остается еще два. Остается еще два. Его очень легко взять. Это у нас находится на спауне. Вы можете либо телепортироваться туда. Да, если у вас стоит хомпоинт. Что я, кстати, очень сильно вам советую сделать. Итак, идем дальше. Здесь у нас будет еще один факел. Который находится вот здесь. Вы его зажигаете. И сразу же бежите вот сюда. Потому что здесь, возле кораблекрушения, будет еще один факел. Последний. The Dreams. После того, как вы зажгли все эти факела. Вам, естественно, выяснится соответствующее сообщение об этом. Вы отправляетесь обратно в замок. Который у нас находится, естественно, в замке на... Море. И убивайте Индру. Зачем это нужно? Это не обязательно. Но вы можете убить для того, чтобы вам вот этот... Как его? Как это называется, блин? На английском фок, а на русском... Туман, туман, туман. Туман, чтобы вам не мешал. Ну и плюс из него можно что-то выбить. И людей не мучить. Они же хотят убить Индру. Потому что 15 минут все-таки и он диспаунится. Жалко, будет его не убить. Все, вы убиваете Индру. И после того, как вы зажгли все пять факелов. У вас открывается босс. Проход к боссу Лонгме. И вы должны будете его убить. Давайте мы сейчас с вами туда отправляемся. Для того, чтобы начать вообще квест Тушито, да, у вас обязательно должен быть... Ну, точнее, вы можете спокойно проходить этот квест. Но у вас должен быть двухтысячный уровень. Для того, чтобы вы могли выбить вообще этот меч. Выбить меч из этого босса. Потому что последнее, что мы должны сделать, это грохнуть босса. Который находится у нас в той, по-моему, локации. Я уже вообще запутался. Так, где он? А, он там. Туда, туда, туда мы идем. Туда. Да, вот здесь у нас находится Лонгма. Так, вот в этой локации. У вас откроется здесь дверь. И вы должны будете убить здесь этого босса. Он очень легко убивается. Проблем вы с ним никаких не получите. Но обязательно у вас должен быть двухтысячный уровень. Для того, чтобы вы могли получить этот меч. Иначе вы просто его не получите. Но это уже не страшно. Вы можете докачаться. Вы можете докачаться и потом его убить. Главное, что у вас открыта эта локация. Вы можете без проблем все сделать. И все. И вы без проблем получаете эти два меча. Конечно, тушито получить дико сложно. Но на приватке это сделать очень легко. Но вам понадобится помощь. В Дискорде вы у нас ее найдете. Ссылочка будет в описании. Обязательно заходите туда.